всем привет привет утро начинается с кофе у димы у меня нет университета а потом началось кофе и мы идем к этому а точно у нас вход только через один выход вход только через один выход да сложно пары тут засыпаем не я не засыпаю поэтому я взял себе кофе я еще хотел сказать что рига это единственный город я еще бывал где так много чая в центре города вот прям вот много чая вот прям вот в старом городе где мы живем там просто тьма конечно были чайки в барселоне естественно но они были возле моря а здесь вот прям вот в центре вот очень интересно это самая популярная птица господи это просто издевательство над человеком такие пары делать преподаватель нас держала до последнего еще в конце придумала какое-то задание ответить на вопросе письменное издать я вот те где на европейском университете этого не ждала задание ответить на вопрос господи вообще к нам относят как первоклассник мы сейчас вышли на улицу а мы проспали весь день это самом деле вот с 8 до 4 наш день сожрал университет где мы просто сидели ничего не делали это отдельная история это меня очень вообще выводит себя ну ладно небо но знаете что мне не нравится а второе это мы пришли с университета из-за того что мы рано утром встали нам очень хотелось спать мы легли спать мы заснули два с половиной часа мы проснулись почти в восемь вот и все у нас день пропал абсолютно мы хотели пойти в зал уже нету смысла идти в зал и сил даже нету ничего нету уже идти в зал вот и поэтому мы вышли прогуляться как-то проветриться потому что это нереально и в общем плохо я себя чувствую и мы ходим и гуляем и проветриваемся смотрите это контролеры прям посреди дороги остановили автобус чтоб проверить у всех билетики так что нелегалом здесь не выжить вот так сейчас буду штрафовать вот они сразу блокируют все автоматы то есть уже нельзя уже нельзя заплатить кстати вот в том автобусе никого не было и там была почти пусто поэтому они только одной тете подошли проверили билет у нее все было и они вышли вот вы видели они прям вот так заходят то есть сразу блокируют все автоматы что уже нельзя купить билет во чтобы никто не схитрил и все и ходят штрафуют прям последней дороге там недостановки просто вот так остановили автобус вот так уже кстати не первый раз видели как так делают система покрутите пальцем и сканет пиломан они кстати здесь вот такой же даже дешевле чем мы покупали в испании я вроде их потрогала они такие же как там не знаю попробую им нужно полежать чтобы они дозрели я подсел на такие вот батончики очень вкусно это мысли в йогурте стоит сводишь 30 евро и как я очень голодный например на паре сидишь 30 центов вот очень прикольная потому что когда-то на паре сидишь голодный достаточно одного съесть и все и и класс вот такие вот они я взял с лесными ягодами купила я мангу оказалось что цена была не за килограмма за штуку поэтому я немного попала на деньги но ничего я буду экономить и соблют в порядке будешь есть она будет с под этим маленькими кусачками каждый день и шкурку тоже из шкурки я чай сделаю и косточку косточку тоже что придумаю я поджарю и буду как семечки есть а мы еще хотели вам рассказать что наш одногруппник и наш можно сказать лучший друг на филиппе да он с коста-рики и он нашел себе я не сказал бы что-то работа занятия на лето есть такая программа вот она называется world packers вот и через эту программу можно найти себе работу волонтерскую да волонтерскую работу то есть другие в любой стране мира вот там например учить детей английского и вот он филиппе он едет в вьетнам на три месяца учить детей английского вы представляете ему за это ничего не платят ему только платят за перелет за проживание проживание предоставляют проживание и питание а все остальное то есть какие-то личные расходы то естественно это естественно его расходы да в общем интересно прикольно тоже хотели так но мы не знаем у нас будут нам нужно будет документы делать и просто у нас нет возможности просто например у кати в июле истекает срок годности испанской резиденции у меня в августе у кати в июле и нам нужно ее продлевать вот а продлевать ее нужно ну то есть как как минимум не так не как минимум продлевать ее нужно то есть до даты истечения вот это все занимает время потому что мы там например даже еще в июле подадим на документы то где-то в конце июля мы их только заберем и нас получается личное присутствие да у нас получается такая по сути там какой-то один месяц будет свободно в общем это все очень сложно вот и поэтому нам сложно искать куда подработку у нас есть единственный вариант это найти подработку идет об испании вот это был бы хороший вариант но там нет таких у такого и таких предложений предложения которые были бы связаны с нашей специальности очень мало да да если есть такие предложения то не только в основном я смотрел это германия или или голландия потому что ты такие логистические монстры европы но там есть одно но вот ну мало того что вам нужна виза резиденция чтоб там находиться второе нужно знать немецкий язык я вам сейчас покажу это приложение но очень интересно возможно кому-то будет полезно кто хочет полететь в другую страну потому что там есть все страны там есть индия бразилия австралия сша то есть абсолютно все они предоставляют даже документы для того чтобы открыли визу вот это очень интересно побывать других странах и просто там заниматься какой-то элементарной работой например от филиппа будет учить детей там два или три часа в день остальное время он свободен то есть может путешествовать да по азии в общем очень-очень интересно сейчас я вам покажу как она работает у нас тоже получится мы еще пока точно не за мы еще не знаем да я покажу вот смотрите можно найти такого типа работу то есть в какой-то определенной стране или в ком-то определенном городе я думаю что это приложение также есть на русском просто у меня телефон стоит на английском поэтому здесь все на английском вообще вот можно выбрать тип работы вот здесь вот есть обморки экчейндж то есть поделиться своими способностями skills как-то сказать чем своими тогда навыками вот потом мески ты тут есть тоже эко программа то есть работать на какой-то там ферме или где-то в лесу в общем такое вот можно выбрать какой срок вам подходит короткий и средний до надолго там больше чем месяц да и что именно завтрак обед или ужин или вы хотите готовить свою еду то есть в этом месте вот потом как какого типа размещения то есть это да палатка я думал это в лесу там или где-то там на фермах и не знаю вот можно личную комнату можно комнату с соседями вот и допустим да я нажимаю все смотреть которые только если пример смотрите есть нужно смотреть за животными на ферме в таиланде вообще не очень но не воняют животные вот потом это я читал это в общем нужно помогать на рецепшене в португалии да потом смотрите в бразилии что здесь нужно делать видеомейкерс то что нужно делать фотки и снимать видео этого места потом это эти повары повары в бразилию потом калифорния органическая работа и путешествие интерщип программа потом португалия смотрите это что такое в хостеле работать в общем очень много предложений даже среди уганды есть кто-то интересуется бразилия опять португалия кения бразилия бразилия эта цена означает сколько вы должны заплатить за это предложение здесь вы платите просто самой программе да а сколько если вам здесь не будут платить я не знаю насколько в основном я так понимаю что это вся работа не оплачивается судя по описанию потому что где-то цена писалась бы я думаю это все волонтерские работы вот здесь цена сколько вам нужно будет заплатить за эту программу в общем главная идея это путешествовать по миру делиться своими знаниями способностями и просто открывать для себя новые знакомства и друзей это это очень клёво еще у нас появилась одна такая идея мы хотим попросить наших одногруппников так как они у нас интернациональные одногруппники они с разных стран мира мы хотим попросить их каждого представителя страны попросить найти самую популярную или классную песню на языке их страны вот и мы таким образом делаем плейлист с интернациональными песнями я думаю это будет интересно по крайней мере нам вот потому что мы очень любим музыку и мы для себя недавно открыли иранские песни очень прикольная кстати у них музыка коста-ариканские но это понятно мы всегда это любили вот индийские даже представить индийские песни нам нравится португальские вот так что мы подумали что это будет прикольно спасибо вам за просмотр надеемся что вам было что-то полезное что мы рассказали вот всем пока всем до завтра хорошего дня